В результате стрельбы в Карловом университете Праги погибло 15 человек, еще 25 ранены. Устроивший стрельбу студент также погиб, спрыгнув с крыши с университета. По информации СМИ, стрелявшего звали Давид Козак. По утверждению местной полиции, молодой человек совершил нападение, вдохновляясь историями шутинга в других странах. Эту информацию взяли из неподтвержденного дневника Козака, в которой он также описал стрельбу в брянской школе. Пока война идет, будет рост цен. Жители Воронежа о ценах в магазинах. Накануне хозяин воронежского собачьего приюта Юрий Шамарин вышел в одиночный пикет с плакатом «Единая Россия, хватит душить народ ростом цен». В это время наш корреспондент провел небольшой опрос у прохожих, согласны ли они с текстом на плакате. Полная версия опроса на нашем YouTube-канале. 16-й день Алексей Навальный не выходит на связь. Во Владимирском областном суде должна была пройти апелляция о незаконном выдворении политиков ШИЗО. Суд обратился к представителю ВСИН Артему Крылову с вопросом, куда убыл Алексей Навальный. Представитель ВСИН снова подтвердил, что у исправительной колонии и у ВСИН во Владимирской области на сегодняшний день отсутствует информация о местонахождении Алексея Навального. Поэтому суд запросил информацию у ВСИН России о дальнейшем месте отбывания наказания политика и перенес заседание на 11 января. Заседание о бездействии Следственного комитета по отравлению Карамурзы в третий раз перенесли из-за бездействия Следственного комитета. Следователи опять не предоставили материалы дела. Владимира Карамурзу подключили к суду по ВКС, но отключили звук и не дали ему пообщаться с адвокатом и журналистами. Он успел прокомментировать новое отложение, заявив, что отношения Следственного управления Москвы в целом иллюстрируют их подход к делу. Он попросил суд установить лимит на саботаж, но судья не стала требовать представителя Следственного комитета предоставить документы в определенную дату. Более подробно об этих и других новостях мы рассказали в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, ссылка в описании. Студентам Академии МЧС запретили приносить технику Эппл и пользоваться ей на территории вуза. Запрет техники Эппл в Академии МЧС объяснили приказом президента. Руководство Академии грозит отчислением студентам, у которых найдут технику с надкушенным яблоком. На Сергея Удальцова составили протокол о нарушении порядка проведения митинга. Сегодня, в день рождения Сталина, левый политик Удальцов вышел на Красную площадь с флагами Левого фронта. У остальных участников мероприятия флаги изымали и требовали оставить у входа на площадь. Удальцов смог пронести аж два флага. Тверской суд Москвы признал активиста виновным в проведении несанкционированного мероприятия и назначил наказание 40 часов обязательных работ. Жителя Свердловской области приговорили к 18 годам колонии за то, что он собирался бросить коктейль Молотова в военкомат. Военный суд в Екатеринбурге признал 44-летнего Николая Юрьева виновным в подготовке к теракту. По версии следствия, Юрьев планировал бросить коктейль Молотова в окно военкомата, затем захватить власть в ряде уральских городов и свергнуть конституционный строй. Адвокат Юрьева считает, что дело против его подзащитного спавриковано. В суде мужчина рассказал, что на поджог военкомата его подбивали три сотрудника Росгвардии, с которыми он познакомился в октябре 2022 года. Один из силовиков хранил в своей машине бутылки с зажигательной смесью, другой предлагал их испытать. Росгвардейцы проходили по делу в качестве свидетелей. Униципальные депутаты Санкт-Петербурга записали видеообращение, в котором требуют от президента подписать указ о деамобилизации и прекращении войны. Депутаты напомнили о том, что Путин лично помиловал сотни убийц и маньяков, которые, в отличие от мобилизованных, через полгода оказались на воле и дома. Депутаты стали широко известны в сентябре 2023 года, когда обратились в Госдуму с просьбой объявить импичмент Владимиру Путину за госизмену. По мнению авторов обращения, объявив войну Украине, президент России уничтожил лучшее подразделение армии, вредит экономике и способствует расширению НАТО на восток. Вскоре после этого на пятерых мундепов составили протоколы о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Так и не доехав до Вашингтона, Сармат Мобиль не пережил схватки с техникой из страны НАТО. В Тверской области на трассе М-10 знаменитая Лада 2109 с макетом ракеты Сармат на крыше столкнулась французским Логаном. Оба водителя отделались ушибами, а вот отечественный Сармат Мобиль восстановлению уже не подлежит. Минюст явился с внеплановой проверкой к нотариусу, который заверил протокол регистрации инициативной группы Екатерины Дунцовой. Сотрудников министерства интересует протокол по собранию 17 декабря, где более 500 человек вошли в состав инициативной группы Екатерины Дунцовой и проголосовали за ее выдвижение в президенты России.